Это не Сейдер, друзья. Я Александр Кушнарь. У нас 2 мая. Накануне 1 мая произошла мировая сенсация, которая, конечно, уже успела всех потрясти. В ООН была проголосована резолюция, которая называет Россию агрессором, но сенсация не в этом, а в том, какие страны проголосовали за этот документ. А это страны, которые ранее не просто воздерживались против голосования по документам, которые признают Россию в качестве агрессора. А эти страны даже иногда и поддерживали в таких голосованиях Москву. Итак, что же это за страны? А это Китай, Индия, Бразилия, а также даже члены ОДКБ, то есть союзники России, Армении и Казахстан. Вот эти страны проголосовали за резолюцию ООН накануне, которая признает Россию агрессором. За эту резолюцию в совокупности проголосовали 122 страны, против нее проголосовали 5 стран, а именно Россия, две ее марионетки, Беларусь и Сирия, а также две страны-изолянты, то есть Никарагуа и Северная Корея. 18 стран воздержались. Что же это за резолюция? Это резолюция, которая посвящена укреплению сотрудничества между Советом Европы и Организацией Объединенных Наций. А вы спросите, при чем же здесь тогда пункт о том, что Россия страна-агрессор? А вот это очень интересный момент. Дело в том, что этот пункт тесно связан с основной мыслью этого документа. Каким образом? А вот таким. Именно та причина, что Россия нападает на другие страны и есть вот тот фактор, из-за которого необходимо вот это укрепление связи между Советом Европы и ООН. Вот как звучит этот пункт. Учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации в отношении Украины, а до этого в отношении Грузии, и прекращение членства Российской Федерации в Совете Европы требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы. Давайте посмотрим, какие же из всего этого следствия. Ну что ж, в первую очередь нужно сказать о самом документе. Получается, что в ООН прямо говорят о том, что Россия по существу является угрозой миру и безопасности. Потому что если, получается, Совет Европы должен укреплять отношения с ООН, потому что Россия нападает на другие страны, то это означает, что нападение на другие страны признается реальной угрозой для не просто отдельного, так сказать, континента или отдельного большого региона Европы. Нет, это угроза для всего мира. Ибо здесь участвует именно Организация Объединенных Наций. То есть это ее касается. Это она должна начать реагировать именно на вот то, что делает Россия, а не просто Европа. То есть вот этот уровень российской агрессии поднимается с локального, ну если мы под локальным понимаем то, что происходит в европейском регионе, до масштабов мирового уровня. Это первый момент. Ну а второй момент, конечно, это самое главное. Это то, что теперь крупнейшие экономические державы мира, крупнейшие после Соединенных Штатов и Евросоюза, наконец высказались против России. Именно против. Это очень важно, потому что мы знаем, мы ранее Китай, Индия, да и Бразилия, которые, кстати, входят в БРИКС, так или иначе, но поддерживали Россию, пусть даже отказом от голосования. Пусть даже тем, что они воздерживались от голосования по подобным резолюциям. Тем самым, очевидно, посылая Москве сигнал, что они, как минимум, хотят дождаться, чем же закончится все-таки вот эта вот великая битва между демократическим Западом и авторитарной Россией. Но теперь внезапно они, похоже, меняют свою позицию. И, конечно, здесь трудно представить, чтобы все представители, каждый из этих стран не заметили пункта о том, что Россия обозначается как страна-агрессор. Учитывая, что и Китай, и Индия, и Бразилия проголосовали буквально синхронно, очевидно, постпреды этих стран очень внимательно прочитали документы. И вряд ли они бы там не заметили столь важного положения. Пусть даже это положение и не является формально центральной идеей этого документа. То есть, в принципе, все говорит о том, что вот это голосование было согласовано. И уж точно каждый из постпредов соответствующей страны согласовал свой голос вот за эту резолюцию со своим правительством. Иначе и быть не может, потому что речь идет не просто о галочке возле какого-то документа, а речь идет, по сути, о том, как эти страны будут дальше выстраивать отношения с одной стороны с Россией, а с другой стороны с цивилизованным миром. На этот раз, как мы видим, Россия оказалась в реальной геополитической изоляции. Она и раньше-то в ней находилась. Но всегда Москва могла сослаться на то, что вот смотрите, нас на самом деле поддерживают 3 миллиарда, в общем, достаточно экономически мощных стран. То есть, имеется в виду Китай и Индия, население которых в совокупности составляет 3 миллиарда человек. Но теперь Россия уже не может так сказать. В общем, даже и аргументов в этом смысле никаких нет. То есть, Кремль оказался в полном прогаре, он оказался в абсолютной изоляции, он оказался в яме униженных, и это, конечно, жестокая пощечина Владимиру Путину, который еще недавно надеялся, что он сможет перетянуть на свою сторону. Вот те самые 85% населения, о которых говорил левая рука Владимира Путина, Дмитрий Медведев, занимающийся сейчас вторую позицию в совбезе России. Я напомню, что Дмитрий Медведев недавно написал текст, в котором сказал, что, мол, Запад это всего лишь 15% населения Земли, а на нашей стороне, то есть на стороне России, 85% населения Земли. То есть, остальные, грубо говоря, 7 миллиардов человек. И вот это голосование вон показывает, что на самом деле на стороне России, на стороне Путина, на стороне Медведева отнюдь не 7 миллиардов человек, а вот те несколько десятков миллионов, которые выступили фактически против остальных 8 миллиардов в организации объединенных наций. Но это также означает и то, что Россия действительно может теперь забыть про то, чтобы получать от Китая какую-либо серьезную военную помощь. Возможно, экономическая поддержка худо-бедно оказываться будет, но опять же исключительно потому, что это выгодно Китаю. Да, Китай будет что-то продавать России, но на самом деле делать он это будет только потому, что он будет в ответ и получать. Получать по дешевке нефть и газ, и это совершенно банально. В этом смысле, конечно, возникает вопрос, а каковы же все-таки результаты поездки председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву, ну а затем и министры обороны Китая в Москву. И Си, и китайский министры обороны встречались с Владимиром Путиным, ну вроде бы пожимали руки, вроде бы улыбались им, вроде бы они о чем-то договорились. Но теперь, когда Китай проголосовал против России, назвав ее агрессором, то есть в этом смысле присоединившись к цивилизованному миру, некоторые вещи, которые произошли во время вот этих вот двух встреч, визитов вот этих вот соответствующих высокопоставленных чиновников Китая в Москву, вот это все начинает выглядеть несколько иначе. Теперь становится понятно, почему Си Цзиньпин все-таки уехал раньше положенного срока из Москвы, и почему никаких таких вот дипломатических жестов и дипломатических изысков, сопровождавших Си, в общем, не было. Он уехал тихо, он уехал несколько обиженно, и, между прочим, теперь выглядит немножечко иначе. И то, что произошло чуть позже, когда бучанский мясник Владимир Путин заявил о том, что он готов перебросить тактическое ядерное оружие в Беларусь. Я напомню, что впоследствии, ну буквально на следующий день, дипломатический представитель Китая заявила, что, мол, вообще-то говоря, нельзя допускать, чтобы ядерное оружие распространялось за пределы стран, где оно хранится. И, в общем, разрешить конфликт с помощью ядерного оружия просто недопустимо. Это произошло после того, как Путин и Си публично и официально договорились как раз-таки не допустить распространение ядерного оружия. Тогда у многих возник вопрос, а все-таки Китай поддерживает вот это решение Путина перебросить тактическое ядерное оружие в Беларусь? И не согласовал ли на самом деле Си Цзиньпинь с Владимиром Путином, а дуэтом с Александром Лукашенко, как раз-таки вот этот проект по перемещению российского тактического ядерного оружия в Беларусь? Или же заявление китайского представителя по поводу вот этого ядерного оружия это как раз была негативная реакция. Это как раз означало, что Пекин выступает против вот этого решения Путина. И что это решение Путина не было согласованно Си, а напротив, оно пошло вразрез с теми соглашениями, которые были заключены с Си Путиным во время их встречи в российской столице. Ну что ж, возможно, что вот нынешнее решение Китая назвать Россию агрессором отчасти связано как раз с тем, что Путин нарушил вот этот документ, который они торжественно подписали с Си Цзиньпинем. Си показывает, что он не поддерживает то, что делает Путин, он не поддерживает его войну, он не поддерживает методы этой войны, и он точно не поддерживает вот этот вот ядерный волонтаризм и ядерный шантаж Владимира Путина. И тем самым Си опять же вот в этом главном для Запада вопросе становится на сторону Запада. И, возможно, таким образом Си как раз-таки выполняет отчасти свою договоренность, которую он тайно достиг с Соединенными Штатами. Договоренность о том, что он, Си Цзиньпинь, сделает все от себя зависящее, чтобы не допустить применение Владимиром Путиным ядерного оружия в Европе, а конкретно в Украине. Но это также означает и другое, что когда Си Цзиньпинь недавно позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, то вот этот звонок, вероятно, следует оценивать все-таки не столь категорично, как это казалось в первый день после того, как, собственно, стали известны подробности. То есть, да, там, конечно, Си не назвал Россию агрессором, он вообще в очередной раз не назвал войну войной. Ну и, в общем, как всегда, постарался держаться в стороне и сохранить как бы нейтралитет. И казалось, что все это выглядит так, что Си как будто бы пытался помочь Владимиру Путину выиграть время для того, чтобы тот смог подготовиться к новой войне. Потому что Си все-таки как бы, как бы, невозможно, это можно было так интерпретировать, подталкивал украинского президента к тому, чтобы, возможно, не проводить контрнаступление, чтобы как можно быстрее сесть за стол переговоров. Но, с другой стороны, теперь, когда Китай назвал Россию агрессором, возможно, разговор между Си Цзиньпиньем и Владимиром Зеленским можно рассматривать следующим образом. Си знал, что он уже никаким образом, конечно, не сможет остановить украинское контрнаступление, которое так долго готовилось. Тем более, что он видит, что Владимир Путин явно не хочет идти на мир и продолжает обстреливать Украину, в том числе и жилые дома, убивать мирных украинцев прямо в их домах. И, соответственно, Си, звоня Владимиру Зеленскому, вовсе не пытался каким-то образом предотвратить украинское контрнаступление, которое, конечно, станет сущим кошмаром для российской армии, это всем понятно. А Си Цзиньпинь таким образом стал на сторону тех, кто, безусловно, одержит в итоге победу над Россией. Грубо говоря, Си понял, на чью сторону склоняется большая победа. Что эта большая победа склоняется на сторону цивилизованного мира, на сторону Запада, на сторону Украины, которые получают поддержку со стороны западных союзников. А Китаю совершенно не нужно делать ставку на явно проигрывающую лошадь, которая, похоже, и до финиша не добежит. Тем более, что Си Цзиньпинь отнюдь не от России зависит. Он как раз таки в этом доминирует над Россией. И в этих отношениях именно Китай сохраняет прерогативу и фактически статус Сюзерена, который может напротив вертеть Россию, как хочет, и высасывать из нее все соки и устанавливать ценники на то, что и нужно как раз Китаю от России. То есть на нефть и газ. А вот зависит Китай именно от Запада. Как, впрочем, конечно, и Запад зависит от Китая. Таким образом, взвесив все за и против Си и позвонил Владимиру Зеленскому, для того, чтобы, с одной стороны, показать, что он действительно понимает, на чьей стороне на самом деле сейчас правда, и на чьей стороне сила, и на чьей стороне в итоге будет победа. И, с другой стороны, он вот этим звонком и вот этими своими словами о том, что Китай не будет поддерживать продолжение войны, показал, что на самом деле он не будет поставлять России оружие. Это то, чего Россия так ждала. Это то, чего так ждал Владимир Путин. Владимир Путин, у армии которого не хватает оружия, не хватает снарядов, не хватает военной техники, не хватает личного состава, не хватает экипировки, не хватает ничего в буквальном смысле. И, похоже, теперь даже главное, что делал Владимир Путин, ставку, то есть ракетный террор, даже это проваливается. Ракеты все чаще дают сбои, взрываются прямо над российской же территорией, падают прямо на Россию. Компоненты все менее качественные в этих ракетах, система наведения все менее качественная. Ракеты все чаще мажут у них отклонения, все чаще до нескольких сотен метров, а то и до нескольких километров. Это видно, видно на поле боя явное техническое ухудшение состояния российской военной машины. И все это в том числе и потому, что не только Запад изолировал Россию от высоких технологий, но похоже, что в значительной степени это начинает делать и Китай. Китай, который, да, все еще поставляет кое-какие товары двойного назначения в России, впрочем, это сравнительно небольшие объемы, особенно с точки зрения средств финансовых. Но, понятное дело, что про снаряды, которых так не хватает Российской армии, а про военную технику, которой тоже не хватает Российской армии, и об этом свидетельствуют появляющиеся на поле боя танки Т-55, про различные ударные вооружения, про ракеты. Вот про это все Владимир Путин может просто-напросто забыть. И, кстати говоря, что очень интересно, это действительно очень интересно в данном случае, в случае голосования по этой резолюции. Ведь и Иран, Иран, вроде как ближневосточный союзник России, воздержался от голосования по этой резолюции. А ведь на самом деле Иран мог бы выступить против. Это интересно, учитывая, что Иран, это, пожалуй, союзник России, один из немногих союзников, который действительно, по-настоящему помог России убивать украинцев. Пожалуй, это вообще единственная страна из всех существующих в мире, которая сделала по-настоящему много для того, чтобы помочь российской военной машине. Впрочем, эта помощь оказалась негодной в том смысле, что украинская система ПВО, укрепленная Западом, сбивает шахеды, которые производят Иран, или которые производятся в России по иранским чертежам. Ну и, возможно, отчасти на решение Ирана повлиял тот факт, что Иран понял, как и Китай, что Путин это сбитый летчик, и что Россия в итоге проиграет вот в этой войне. И это, конечно, еще одна очень плохая новость для Владимира Путина. Его ставка на, собственно, главные автократии мира, или для тех автократий, которые мимикрируют демократию, как Индия, например, эта ставка оказалась бита. Ну и еще один интересный момент. Ведь вот это голосование произошло после того, как Россия в течение месяца попредседательствовала в ООН. Это, конечно, был чудовищный позор, в первую очередь, для самой Организации Объединенных Наций. Собственно говоря, кульминацией этого позора было выступление главы МИД России Сергея Лаврова в ООН. В ООН, где он получил трибуну как председатель, председатель, существующий в ООН страны. Поразительно, что вот эта вот страна, которая в реальности является террористической державой, которая убивает украинских женщин и детей прямо ночью в кроватках, в их собственных домах. Обладающая ядерным оружием, является и постоянным членом совбеза ООН, который может витировать практически любое решение ООН. И при этом имеет еще и председательство. То есть Россия не просто не была выброшена из ООН, она сохраняет там кресло. И при этом периодически, получается, приобретает право председательствовать вот в этой организации. Ну и, как мы знаем, Лавров много чего наговорил вот в этой вот своей речи председательствующего. И это речь, это речь военного преступника. И, конечно, место Лаврову в тюремной камере Гагского трибунала, который недавно выдал ордер на арест Владимира Путина. Его речь возмутила практически всех. И на него буквально набросились все. Вот что тогда, например, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он сказал, что вот это вторжение России причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ, имея в виду Украину. А также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения. Представитель США Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в безответственности, назвав развязанную войну против Украины незаконной, неспровоцированной и ненужной, сказала она, глядя в глаза Сергею Лаврову. Постоянный представитель Евросоюза в ООН Олаф Скук, уступая от имени всех 27 послов ЕС, осудил эту войну, развязанную Россией против Украины, и осудил Россию за несоблюдение Москвой, устава ООН. Цитата. Россия пытается представить себя защитником устава ООН и многосторонности. Но ничто не может быть дальше от истины, чем это, ибо это цинично. Мы все знаем, что в то время как Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд, куда ни посмотри, Россия все попрала, заявил он, имени Евросоюза. И вот если бы все эти страны, такие как Индия, такие как Китай, такие как Бразилия, а в сокупности, между прочим, на них приходится до третьей мировой экономики, вот если бы они не согласны были бы с тем, что говорит представитель Евросоюза и представитель Соединенных Штатов, то они бы, наверное, как минимум еще раз, не проголосовали бы за вчерашнюю резолюцию. Они воздержались бы. Но тот факт, что они проголосовали вчера за эту резолюцию, показывает, что эти страны согласны были с критикой, которая раздалась со стороны представителей Соединенных Штатов и Евросоюза, в частности, и в отношении Лаврова. Это означает, что вот эти страны, а также многочисленные страны вообще по всему миру, и в Южной Америке, и в Африке, все они тоже, похоже, были не согласны с Сергеем Лавровом, и, соответственно, они проголосовали за, опять же, резолюцию, в которой Россия признается страной-агрессором. Здесь нужно иметь в виду и то, что ведь понятно, все эти страны, страны так называемого третьего мира, хотя, возможно, уже и не совсем корректно так говорить о них, они ведь все ориентируются на Пекин и Дели, как на некий такой противовес Западу, если вы хотите. И обратите внимание, что во многих международных вопросах вот все эти страны, страны, которые причислил, страны так называемого глобального юга, вот эти самые 7 миллиардов, что называется, они ведь все-таки ориентируются именно, опять же, на китайское и индийское правительство. И очень часто в своих решениях, в своем политическом выборе они дрейфуют в сторону именно вот этих вот стран, стран Китая, стран Индии, потому что это страны, которые предоставляют, скажем так, легкую альтернативу сложному демократическому Западу. Ведь дружить с Западом очень тяжело, это нужно соблюдать правила, это нужно, собственно, накладывать на себя любимых ограничения, это сменяемость властей, это необходимость периодически реально отказываться от политических должностей. Куда проще действовать так, как, например, та же компартия в Китае, так же, как тот же Си, который сейчас самоизбрал себя фактически на третий срок, ведь это куда удобнее. И вот эти страны, которые всегда в рот, грубо говоря, заглядывали индийским и китайским руководителям, они видят, что и те, и другие называют Россию агрессором. Не говоря уже о том, что агрессором Россию называют Запад. Они видят, что Россия абсолютно изоляция. И естественно, что они теперь уже не будут иметь никаких сомнений в том, что, по крайней мере, нынешний путинский режим, это фактически списано в историю мусорной корзины. Это омерзительные военные преступники. Место, которым, у нас ко мне подсудимых в ГАГском трибунале, который, еще раз подчеркиваю, уже выдал ордер на арест Владимира Путина. Ну и место, которое Владимир Путин должен получить в истории, это место одного из самых отвратительных политических руководителей вообще, который когда-либо знал земной шар. И все это понимают теперь не только на Западе. К счастью, теперь это понимают похоже. И в большей части мира, если не практически во всем мире. И как теперь российская пропаганда будет объяснять своей пастве, что же такое произошло, что Россия теперь оказалась в реальной изоляции, что ее весь мир, в буквальном смысле, считает агрессором, я не знаю. Я думаю, что у того же Соловьева, у того же Киселева, у той же Скобеевой на этот случай есть один очень простой выход – застрелиться. Спасибо, друзья, оставайтесь с нами. И я напоминаю, что мы сейчас ведем уже пятый по счету сбор на тяжелые дроны Дора и Вака для сил специальных операций Украины. И к сегодняшнему дню мы на вот эти дроны собрали уже почти 13 тысяч евро. Сегодня я отправляю второй транш в размере 7 тысяч евро вслед за предыдущим траншем в 5 тысяч евро. На предыдущий транш силы специальных операций Украины, точнее конкретное подразделение, которое управляет дронами Вака и Дора, смогло достроить один из своих дронов Вака. И был проведен тестовый полет на полигоне. И фактически этот дрон уже готов к работе. Сейчас на вот эти вот 7 тысяч евро они смогут достроить второй дрон и даже начнут достраивать уже, получается, третий. Мы уже практически достигли середины текущего сбора. И это на восьмой день сбора. Всего нам предстоит в рамках данного сбора собрать 30 тысяч евро. И будут достроены 5 вот таких вот тяжелых дронов. Дронов, которые особенно интенсивно сейчас работают на юге и прямо там меняют ход войны. На юге, где, кстати, как считается, украинские войска скоро пойдут в контрнаступление для того, чтобы изолировать Крым. Ну и, соответственно, если вы хотите приблизить вот эту победу украинских вооруженных сил, вы можете сделать перечисление по тем ссылкам, которые я даю в описании к этому видео. PayPal, а также банковские счеты, европейская банковская карта. Все эти деньги идут ССОшникам на дроны. Естественно, что от нас все отчеты, как всегда, в виде фотографий, видеозаписей, скринов документов, которые подтверждают перечисление соответствующих средств представителям ССО Украины. Сейчас на ваших экранах это как раз таки публикация от представителей команды вот этого подразделения ССОшников, которые благодарят вас за вашу помощь, которую вы оказываете. Ну и, друзья, низкий поклон от меня, от Константина из команды ССО, которая занимается дронами Дора и Вака, и от всех украинских вооруженных сил за вашу помощь, потому что ваша помощь спасает жизни и приближает победу в ССО. Ссылку на интервью с Константином, который подробно рассказывает о том, что такое Дора и Вака, я даю в описании к этому видео, там же найдете. И ссылку на беседу с Жилиносом, который съездил недавно в Украину и отвез к грузинскому подразделению. 12 приборов ночного видения, 12 креплений к ним. И, между прочим, уже в ближайшее время поедет еще раз. Ну а сейчас на ваших экранах еще одна прекрасная новость. Сегодня нам, наконец, привезли заказанное для спецподразделения ХОРД ВСУ по согласованию с Русланом Роговановым. Прибор ночного видения ПВС-14 и крепление к ним в количестве 10 штук того и другого. Это те же самые ПВС, которые Жилинос недавно отвез грузинским бойцам. Теперь он скоро вместе с своими коллегами повезет вот эти вот приборы и украинскому подразделению ХОРД. На ваших экранах это фотографии, видеозаписи. Вот мы их только сегодня получили. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие у нас замечательные новости. Сбор продолжается. И еще раз, кто хочет помочь, можете сделать это по тем ссылкам, которые я даю в описании к этому видео. Мира, здоровья вам и до скорых встреч!